Из-за нововведения в законодательстве в этом году изменились сроки приема в первые классы. Теперь подать заявление можно с 1 апреля до 30 июня. Это касается детей, которые прописаны на закрепленной за конкретной школой территории. Приказ о зачислении сдадут в течение трех дней после окончания приема всех заявлений. То есть только 3 июля родители будут знать, что их ребенка зачислили в школу. 6 июля родители имеют право подать на свободные места, в те образовательные организации, которые они выберут. В этом году достаточно большой объем первоклассников мы ожидаем. Мы ожидаем порядка 950 человек. В законе предусмотрен широкий спектр лиц, у которых есть льготы предчислений в первые классы. Все они перечислены на сайте департамента образования. Также с 1 апреля подавать заявление имеют право родители детей, чьи старшие братья и сестры уже учатся в выбранной школе. В этом году очень важный аспект, который только второй год действует, это что братья и сестры, независимо от прописки, проживающие на одной территории и находящиеся в одной семье, зачисляются в данную образовательную организацию по преимущественному праву. Подавать документы родители смогут в порядке живой очереди, как в школе, так и в МФЦ. О возможности заполнения заявления через сайт госуслуг департамента образования известит родителей дополнительно. Что касается наборов знаковой школы, то в центре образования будет 5 классов, в 17-й школе 2 класса. 11-я школа, у которой значительное количество детей более 150 человек, пока открывают 4 класса. То, что касается 11-й школы, мы будем принимать решения в процессе приемной кампании, будем понимать, сколько детей пришло в 11-ю школу. Если будет такая необходимость, мы будем увеличивать количество классов именно по данным закрепленной территории. Не надо стремиться отдавать ребенка в так называемые знаковые школы, а стараться понять, что нужно вашему будущему первокласснику. Иногда у 6-7-летних детей снижен темп деятельности, несформированная эмоционально-волевая сфера. Если его отправить в учебное заведение с высокими требованиями, туда, где ребенку некомфортно, у него упадет самооценка и мотивация к обучению, и дальше будет гораздо тяжелее.